Исследования в памяти как такого нейропсихического процесса уже стали заниматься в 19 и 20 веке. Мы сегодня прикоснемся к тому, чтобы вам сориентироваться именно на использование определенных практических элементов, уже начиная с первых же дней вашего обучения в ВУЗе. Приготовились. Лес. Нет, не записываемся. Внимательно слушаем. Когда я закончу, тогда будем писать. Лес. Полет. Лампа. Кот. Цветок. Узор. Спать. Игра. Яблоко. Книга. Любить. Карусель. Что мы по этому графику можем сказать? Мы запоминаем слова очень хорошо в начале и те слова, которые в конце. И у нас существует определенный провал. А теперь скажите, пожалуйста, посмотрите. Слово «любить» было 11-го, 12-го карусель. Почему такой всплеск? Ну, пожалуйста, девочки. Значит, потому что есть некоторые слова для разных людей, которые являются эмоционально значимыми. Постарайтесь по максимуму забыть, что вы знаете о себе, о мире, да? О впечатлениях в данном случае. И открытыми глазами, открытыми сердцами, открытой кожей, я это так называю. Постарайтесь посмотреть сюда, да? И постарайтесь понять, каковы же основные характеристики впечатлений. Нежность. Нежность. Все самое яркое и вкусное. Яркое, вкусное. Запах. Запах какой ароматный, да? Ароматный такой, свежий запах. Еще есть? Солнечное что-то. Солнечное, светлое. Смотрите, как много у нас появилось впечатлений от этой картины. И какие они все разные. У кого-то доминирует ульфакторный канал. Ульфакторный – это запахи. У кого-то доминирует канал отношений. У кого-то визуальный, у кого-то тактильный. То есть тепло, вот это вот свежее. Смотрите, сколько у нас оказывается каналов. Даже для того, чтобы воспринимать впечатление. Конечно, это все-таки больше определяется умением соотносить и анализировать уже те ассоциации, которые мы чувствуем. Пока пусть это будет ассоциативно. У человека есть в голове две системы. У нас будут системы выставок и медленное решение. Когда мы включаем логический анализ, у нас происходит медленная аналитическая обработка информации. Какие минусы и какие плюсы? И вообще, зачем нам вот такую систему решить? Потому что мы на автопилоте как бы соображаем. Да, да. Вовремя успех реагировать, чтобы… Вот, экстремальная ситуация. Ракетка и шарик вместе стоят. Одно целое, одна десятая доминирует. При этом ракетка дороже шарика на один доллар. Сколько стоит шарик, сколько ракетка? Один, два, три. Ракетка дороже на один доллар? Да. А шарик стоит один, нуля, один. Один и… Шарик 0, один ракетка, один. А вот теперь мы начинаем путаться и переходить в медленную систему решения. То есть, получается, да, вот быстрый ответ – это один ракетка и 0,1 шарик. И тогда не получается, что ракетка дороже на один доллар. Это находится 0,99 на два. Нет, неправильно. 1,05 и 0,05. Вот правильный ответ. Ну, это, в принципе, школьный процесс, да, такие вот роли. Если это сложить, получается, что ракетка дороже на другой, а шарик стоит, наверное, 5, а ракетка один на 5. А не это, не то, что нам быстро рассказало в нашем принципе. Интуиция в быстрой системе решения дает ошибки. Считается, что в разных культурах люди несут в категорию встречи свои особенности, ритуалы и традиции. В одних культурах принято встречаться и здороваться в одном стиле, в других культурах здороваться и встречаться в другом. Я хотела сегодня начать нашу с вами встречу с игровой встречи. В ситуации встречи мы все очень разные. И эта разность, она результат нашей культуры, на которой мы являемся. Я не буду ограничивать сейчас никакой областью у вас, а просто сами дайте метафорическое определение своей жизни. Жизнь – это как театр, в смысле, жизнь – это театр. Каждый имеет множество ролей, и каждому приходилось одевать маску. Дорога, по которой нельзя вернуться. Жизнь – это вечность для всех и мгновение для каждого. Ну, а Маша, чем пора говорить? Жизнь – это смерть. В каждом из этих определений подчеркните по одному слову, в крайнем случае, словосочетание. Это может быть любая часть речи, это может быть существительное, это может быть глагол, прилагательное, это может быть существительность, прилагательное, что угодно. Но, все-таки, словосочетание, состоящее не более, чем из двух слов, которое, с вашей точки зрения, или словом отдельно, является самым значимым для этого аппадемента. Я прошу вас написать сказку. Это может быть сказка, о чем ходить. Это может быть сказка с любыми героями. Есть только два простых условия. В ней должны происходить какие-то события, в этой сказке. И в этой сказке должны обязательно, кроме всех других слов, встретиться те слова и словосочетания, которые вы написали. В некотором царстве и некотором государстве родились и царицы сыновья-газинцы. Две камни, похожие на друг друга. Никто, даже отец-матери, не мог их различить. И всегда путали. Царевичи все и всегда делали вместе. Их любимым занятием было помогать крестьянам, сенившую меницу, пожелать ей делать муки хлеба. Братья были настолько похожи, что со временем сами стали считать себя милцем неразделимыми. Когда один близнец грустил, другой пытался его тешить и порадовать. Когда второй печалился, первый тоже печалился и пытался как-то его разеселить. Так могла продолжаться вечность, но однажды один брат скоротечно заболел и умер. Долго горевали по нему царь с царицей, но сильнее всего убивался его брат. Без брата он чувствовал себя одинокими потерями, как птица без крыла. Ничто на свете его не радовало. Мир казался скучным и серым. Не выдержав горе, царевич вышел ночью на пруд и утопился. И в этот же миг на темном небе, затянутом черными тучами, появились две звездочки, засиявшие так ярко, что любой мог увидеть их и отыскать в тьме дорогу. Братья посоединились на небе. И с тех пор, когда люди видят на ночном небе две яркие звезды, они говорят, это братья освещают нам дорогу, чтобы мы не сбились в пути. Один из пунктов этого анализа, обязательность, который начинает сказка-терапевт, это основная тема сказки. Когда наш клиент, взрослый, пишет сказку, то неизбежно в ней затрагиваются какие-то очень важные темы, важные для него, для автора. Это происходит практически всегда. Мне кажется, что эти истории нужны для раскрытия, во-первых, творческого потенциала, во-вторых, развития своего литературного багажа. Возможно, человек узнает, что он знает мало метафор, что он не может говорить, не может написать сказку. И, возможно, это его побудит читать побольше, писать рассказы, стихи, возможно, пробудит его какой-то творческий потенциал в плане идей. Что касается педагогической деятельности, то, как известно, педагог должен развивать творческую сторону детей и в техническую сторону. Именно творческая сторона – это сказка-терапия. Мы будем считать, что это линия нашей жизни. Точка цены моего – это ваше рождение. Дальше вы масштабируете. Смотрите, вот сюда – это то, что до вашего рождения вам актуально, значимо. Внутри, опять же, какого масштаба восприятия себя – это ваше дело. И сюда – это линия вашей жизни. Вот эта шкала вертикальная – это шкала эмоциональной значимости. И вот в этих полях вы ставите точки событий. Мы понимаем, что мы находимся в пространстве своего времени. И что для нас более актуально? Для вас более актуально оказалось настоящим, правильно? Ну, для большинства, да? И это для вашего возраста, социально-возрастной позиции – это, что называется, нормально. Очень важный момент – то, что наша культура, так или иначе, дает нам некоторые средства организации нашего представления о своем времени. В первую очередь, пометование. И эти средства, эти инструменты в каждой семье начинают постепенно из общего культурного контекста браться, использоваться и накапливаться. Это отдельный вопрос. Задайте себе, а что у вас в семье является носителем памяти о прошлом своей семье? Что это? Какие-то артефакты? Там, а? Фотографии. Кроме фотографий, еще что есть? Да, хорошо знаю, в многих семьях есть. То есть, какие-то фигурки, которые уже не имеют просто эстетической цены, они по каким-то там причинам уже стали для вас иметь особое значение, поскольку они через них – это такой материальный носитель некой памяти о чем-то, да, такие особые предметы.